А вы откуда? В Басове. В Басове, с Кемерово. Там будет работать машина, да? Да. В Междуреченске. В Междуреченске, в Кемеровской области. Вы не первый раз у нас технику берете в спецтранции? Это уже второй Урал. Вот именно масса станция, да? Именно такая машина. В Нелинке, по-моему, да, у нас такая есть? А, уже работает такая, да? Да, работает такая. Здравствуйте, вы на канале Урал Спецтран. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. У нас сегодня... Наши подписчики просили сделать небольшой обзор по необычной спецтехнике, которая производит Урал Спецтран. Вот сегодня масса станция. Это одна из последних наших новинок. Константин, расскажите о каких-то технических особенностях данной модели. Холодно что-то. Может, не будем с ним? Ну и вот. Пойдем чай пить. То есть это автомобиль, так называемая маслостанция. Основной заказчик организации, у которых есть крупная горная техника, то есть экскаваторы, там, бульдозеры. Ну, опять же, кто занимается полезными ископаемыми, и... Слушай, у меня прям скулы мерзло. Вы пошли внутрь тогда. Внутрь? Самое интересное же внутрь. Но мы лестницу не сможем достать. Потому что они отогревают, что ли? Нет, она не выдвинется. Пошли, попробуем. За машину заденем. Не заденем. В общем, и горную технику это надо обслуживать. То есть менять масло. А масло там объемы огромные. То есть там сотни литров моторного масла. Про голову помнишь, да? Подожди, подожди, тут такая штучка есть. Раз, 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 давай вот так. Смотри, запорочек можно накрасить. Блин, ну я... О, как тут холодно! Так. Ну то есть, кургон. Три человека, тут даже четыре человека могут комфортно разместиться при желании, да? Откидной столик мы имеем здесь. Вот так вот работает. Защелкаться специально. Какие говорят, вот в трассу. Так, это диван-рундук. Чтоб тут барахло складывать. Вот, кстати, видно печку. Тосольную печку здесь может. Инструмент лежать. Ну, в частности лежит маска сварщика. Потому что здесь сварочная еще есть. Да, ну, кстати, такими, наверное, уже сейчас никто не пользуется. Сейчас у меня даже есть сварка классная. Маска специальная. То есть смотришь, когда все куру, прозрачная. Только начинаешь варить. Искра пошла, она сразу затемняется. С автозатемнением. Ну, провода сварочные. Ботинки, опять же, электрические. Так, здесь у нас на 8 киловатт стоит печка. Автономная, вспомогательная. Значит, это у нас электрощиток управления генератором. Значит, на этой машине установлен генератор на 380 вольт. С приводом он у нас через кардан от коробки дополнительного отбора мощности, которая на раздатке стоит. И, собственно, за счет этого генератора все оборудование насосное работает. То есть здесь мы имеем компрессор. Это фирма Ремеза у нас. Ресивер у нас, наверное, здесь литров 100-150 на 100 литров. Ресивер. Так, и, собственно, вот у нас катушки идут с пистолетами, с раздаточными, сразу со счетчиками. И насосы. Вот здесь видно оконечники шлангов, откуда идет запитка. Вот это специальные стержни. Они вставляются, ну, то есть это, как это, всасывающий коллектор. Они вставляются непосредственно в бочку. Вот здесь видно окно, если через катушки посмотреть, окошко, куда шланги вытягиваются, и в бочку непосредственно заворачиваются. И там у нас, по-моему, на 5 или на 6 бочек можно потом залезть посмотреть. То есть... О, нас повезли, кстати говоря. Да, нас повезли в цех. Сейчас мы в тепле продолжим. То есть, для чего, почему не с катушек? То есть у нас моторное масло есть, трансмиссионное, гидравлическое, собственно. Ну, там какие-то спецмасла могут быть. То есть нужно подъехать где-то на карьере к какому-то бульдозеру, там, экскаватору, слить сначала отработку в какую-то пустую бочку и залить, собственно, новое масло. Ну, то есть для этих целей, собственно, это машиной предназначено. Вот здесь стоит для консистентной смазки у нас бункер. Вот здесь вот видно. Это для густой смазки. Тут вот эти все катушки, это для жидкой смазки. А тут бункер, это для консистентной смазки типа солидола. Что еще? Сварочный аппарат стоит. Ну, вот. ВДУ 506. Здорово вообще-то. Хотя одна постовая. То есть вот клемма, получается, на одного сварщика предназначена. Хотя в размеры вроде, ну, видимо, серьезные такой. Есть просто ВД-306 или 316 сварочник. Там, в принципе, в этих размерах двух постовой. Одновременно можно двум людям говорить. Свет здесь есть? Да, мы уже внутри. Мы уже внутри. Свет-то может быть и я здесь. Но его, наверное, из кабины надо включать. Поэтому мы его сейчас не включим. Да, кстати, вот освещение можно противнимать. Здесь стоят плафоны для освещения. Сейчас откроем, будет все прядь. Стоят плафоны освещения от бортовой сети на 24 вольта. И вот это уже плафон, это на 220 вольт. Это уже от генератора. Это розетка подключения на 380 вольт, получается, компрессор и сварочник. И ящики у нас в процессе движения не открывали. Здесь вот такой запор, кстати, вытаскиваешь просто. И у нас ящики открываются. В ящиках у нас лежит документация на оборудование, паспорта. Бывает, часто люди приезжают, паспортов нету, их потеряли. Нам паспорта чужие не нужны, мы их все укладываем. Смотрите, ящики. Также лампа здесь для освещения, чтобы если в ночное время работать, например, бывает же в темное время суток. Даже в светлое время суток лучше с лампой работать. Вот такие лампы, надо ее, наверное, вот так положить, чтобы она во время движения не убилась. Думаешь? Ее, по идее, закрепить надо, да. Вот, что она поедет, разболтается. Кстати, смотрите, двойное стекление сделано, я раньше не видел. Раньше боковые стекла были одинарные просто, здесь сделали двойные. Вот видно, что второе стекло вискут воздушного прослойка. Тут, собственно, форточка для вентиляции. Пол у нас отделан алюминиевым листом. Специальным таким покрытием, чтобы не скользило. Квинтет, по-моему, называется. Ну, нижняя часть, вот, оцинковка отделана, где... Вредный контакт присутствует. Мы во всех машинах так делаем. В данном месте находится раздаточная коробка. Раздатку надо обслуживать. Может появиться потребность ее демонтировать. И вот здесь сделайте вот здесь специальный люк, чтобы был доступ, собственно, до этой раздатки. Чтобы ее можно было обслужить и при необходимости снять. Можно фургон сделать закрытый. Мы такие делаем. Вот в данном случае, как бы в бочках перевозится. Сейчас я открою. Люк будет видно. То есть масло перевозится свежее, полновое масло в бочках. А есть у нас люди заказывают масло, оно в емкости непосредственно внутри находится. И они обогреваются. То есть это более сложное исполнение. Вот. Там делается полностью фургон закрытый. Я думаю, будет такая маслостанция. Мы с тобой посмотрим. Так. Ну вот петли знакомые. Кстати, лесенка вот здесь удобнее сделана, чем помнишь, мы смотрели такая. Нет. Это вот поддон таким образом сделан. А не из металла? Да, это металл. Не знаю, почему так сделали. Честно говоря, я не видел. Зачем здесь... Зачем здесь ребра жесткости? А, знаю зачем. Чтобы бочка не примерзала. А здесь снег, то она примерзнет потом, когда замерзнет. Поэтому мы сделали ребра. Единственное, может быть, их почаще нам было сделать, чтобы не примерзало. Ну, то есть вот четыре бочки. Четыре бочки. Значит... Так. А, это, наверное, в случае закрыто, да? Это тот реб, который изнутри можно открыть и насосное оборудование, шланги подать непосредственно вот в эти бочки вставить. Это отстегивало. Это не надо было. Это что? А это можно все снять. Вот здесь и здесь. Вот он с двух сторон отстегивается. Его можно манипулятором полностью вниз сдернуть. А-а-а. То есть где-то... Да, можно даже оставить газорезательное оборудование помимо машины. То есть пропан выгрузили с какой-то этой защелки. То есть пропановый баллон там стоит. Здесь кислородный. Полностью их выгрузили. Оставили. И манипулятор. Мы уже такой обозревали. И в 95. Максимальная грузоподъемность под собой 4 тонны. Ну, для такой машины мы за глаза. Бочка, собственно, у вас 200-литровая бочка. Ну, килограмм 200 она весит. Может быть, даже меньше. То есть тут можно и разгрузку, и погрузку. Потом сварочные работы. Основная задача залить свежее масло. То есть слить отработку. Там есть вакуумный насос в перечне. То есть слить отработку, отработанное масло. Будь то из мотора, из трансмиссии или из гидравлической системы. И залить свежее масло. Вот. Где-то на карьере, на бульдозере, там какой-нибудь экскаватор. Генератор здесь имеет привод от раздаточной коробки через коробку отбора мощности. А у манипулятора, скорее всего, привод гидравлический от кома коробки включения передать. И, наверное, сейчас мы это увидим. Вот это генератор, да, такой. Я не пойму, то ли он синенький, то ли какой. Какой-то синенький. Синенький, да, он изморозью покрылся. Да, это генератор. С той стороны генератору идет карданный вал. Генератор здесь во влагозащищен. Влагопылезащищен им исполнение. То есть, в принципе, то, что он находится снизу, ничего страшного. Он для этого предназначен. В таких условиях трудиться. Кто-то спрашивал, как опускается запасное колесо Урала. Вот видно, тросик идет. У Камаза здесь стоит гидроцилиндр. Вот это стоит гидронасос ручной, который откидывает кабину. У Камаза через этот же насос запитано еще прокидывание запасного колеса. Да, у Урала все попроще сделано. То есть, ДЗК тросик. Вот если мы с той стороны обойдем, то мы увидим там лебедку. Ручная механическая лебедка, которая опускает и поднимает держатель на запасное колесо. И, собственно, само запасное колесо. Вот ключок сделан. Это для вывода, опять же, либо гидрошлангов для запитки. Вот тут же закрыто, надо ключиком открывать. Ну, либо можно провода сварочные выводить здесь. Вот выхлоп у нас сделан. Вот это стоит печка, мы показываем здесь, на 8 киловатт. И вот выхлоп печки. Да, то есть она... Вот подвод, то есть подводится топливо. И, собственно, выхлоп. Отработавший газ выходит. А вот, кстати, да, можно еще показать. Это внешний подвод электроэнергии. То есть, допустим, если машина трудится там, где есть внешний подвод, то есть есть возможность, ну, где-то от столба запитаться 380 вольт, а не гонять генератор. Вот, пожалуйста, розетка, провод кинули, подключили, и все оборудование у нас работает от внешнего источника. И вот такая специальная, да, тоже пыль, влага, защищенная, с уплотнением. Закрываем и закручиваем. Ну, вот эти вот клиенты, они не первый раз уже берут у нас маслостанцию. Это второе. Уже второе. То есть, их все устраивает. Да, они первое у нас взяли с манипулятором Полфингер. Это было еще до 2004, 2014 года, когда валюта вверх у нас пошла. В этом году заказали то же самое, но манипулятор Полфингер дорогой, такого класса, и вот заказали с Эмманом, с нашим, дешевле. На сегодня у нас в городе, наверное, организаций 5-6 наберется, кто подобную технику делает. Но и есть, в принципе, организации, которые делают дешевле. Но надо смотреть в целом, я считаю, подход должен быть и к качеству производимой продукции, к надежности поставщика. Потому что очень часто к нам обращаются организации, уже, скажем так, к сожалению, поздно обращаются, с просьбой помочь, да, решить ту или иную проблему. То есть, бывает такое, приезжают, говорят, вот мы туда деньги загнали, а отдать нам не отдают. Что нам делать? Вот мы там деньги сейчас заберем и у вас закажем. Ну, бывает такое часто. Вот на сегодня уровень качества, я думаю, что все-таки лучший в нашей организации. То есть, судить по городу Мясу. Да, не только по городу Мясу. Вот, наверное, все. Спасибо. До свидания. Смотрите наше видео на канале Уралспецтранс. Не забывайте подписывайтесь на него и оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем пока.